виталий приветствую тебя традиционная встреча обсуждаем рынке сейчас это очень важное дело особенно такая гиперволатильность площадках и даже несмотря на то что сегодня на повестке экономического календаря нету стоящих релизов все равно есть о чем говорить что обсуждать перспективу сверх агрессивного уже начала смягчения экономической политики может быть в сша конечно же может быть возможность даже экстренного заседания федеризерва хотя учитывая что фондовые рынки чуть подуспокоились хотели я думаю что наверно до этого дело не дойдет и будем ждать уже сентябрь разговоры о рецессии в штатах конфликт на ближнем востоке который может в любой момент перерасти в какую-то новую фазу с участием ирана в общем да этот фонд стал причиной гиперволатильности таких исторических движений мы свидетели всего того что происходит перед тем как перейти к анализу позвольте задать вопрос как ты думаешь вот черная пятница которая была на прошлой неделе черный понедельник вчера на этом все закончится или мы будем и дальше в ближайшей торговой сессии наблюдать нечто похожее с безумными движениями фондовых рынков рынка криптовалют и так далее либо с рынка уже или с инвесторов уже довольны как думаешь итак приветствую всех я думаю что ну скажем я пока не могу точно утверждать что это был скажем коррекция и мы дальше будем расти что касается фондового рынка и и рынка криптовалют еще нужно несколько подтверждений потому что вот вчера так отпадали их откупили так и в принципе ночью там и азию хорошо откупают то есть нет такого дальше панического но посмотрим что они дальше будут рисовать если бы будем сейчас проторговка будет шартовая то это другое конечно сейчас сложность есть еще формате анализа инструментов одни там падают другие растут допустим тот же евро тот же евро да у него реакция совсем другая по сравнению с другими валютами ну там бьена франк они еще вместе а другие совсем то есть сложно вот здесь вот последнее время так идет сильная раскорреляция по инструментам и вот здесь сложно спрогнозировать так ну что поскольку уже подсветил как бы основные новостные темы я предлагаю сегодня ну со своей стороны да есть набор инструментов на которых я остановлюсь если у тебя например будет что сказать про золото который тоже актуально вчерашний день движение диапазон 100 долларов даже не припомню когда последний раз такой был вверх вниз мы сходили и сейчас рынок опять же смотреть на сантимент 50 на 50 прям не знаю трейдер что будет дальше поэтому если есть с точки зрения техники по этому активу что-нибудь будет интересно я уверен для наших подписчиков ну что давай тогда с меня начнем с индекса доллара момент индекс доллара текущие котировки 102.80 вчера мы тестировали отметку 102 пункта но ниже этого уровня пока доллара не прошел продавцам точно не стоит расстраиваться потому что распродажи с прошлой пятницы и без того мне кажется уже стали чрезмерными все эти цели которые ставили продавцы они уже реализованы и сейчас просто может быть в порядке того что хочется иногда жадничать и получить какой-то сверх прибыль да такие трейдеры сейчас прогнозируют что после локальной коллекции мы увидим закрепление ниже ста двух и потом пойдем уже в район ста пунктов ровно я думаю тоже долгосрочно мы туда и придем поскольку фрес смельчит экономическую политику произойдет это уже рано не поздно как бы не в конце года это случится в сентябре и может быть до экстренного заседания делать не дойдет но в сентябре точно ставку снизить на 50 байсных пунктов я думаю то что те кто из наших подписчиков и из нашего трейдерского сообщества наблюдается фундаментальным фоном понимают что вероятность смягчения экономической политики резко возросла после выхода слабых данных по нон фарм пэрлс которые автоматически вернули на рынок разговоры рецессии и такую лавину осуждения именно джерома паула в том что он уже второй раз за время нахождения на посту глава американского регулятора профукал важный момент когда нужно было принимать ответственные решения то есть когда-то мы помним он заигрался с печатным станком тогда инфляция сша была раздута до космических уровней сейчас когда уже несколько месяцев назад ряд центральных банков начали смягчать экономическую политику федеризировать все было мало все что требовалось какие дополнительные подтверждения доказательства а сейчас вот ситуация такая что картина на рынке труда вовсе рисует какие-то нерадужные перспективы для экономики и инвестбанки начинают прогнозировать вероятность наступления рецессии давление будет нарастать в ближайшие недели на федрезер и конечно же американскому регулятору придется уже пойти на мощное снижение ставки что вряд поддержит позиции американского доллара и я думаю то что до сентябрьского заседания федрезерва мы увидим уровне по доллару ниже текущих значений сейчас я допускаю что на волне такого всеобщего оптимизма после распродаж вчера вчерашнего дня сегодня мы видим рынке корректируется японский некий восстановился уже больше чем на 10 процентов рекордный рост кстати после рекордного падения вот такие вот тенденции я думаю то что индекс доллара в конечном счете сейчас вернется где-то в районе 103 103 50 но потом уже можно будет шортить как бы настраиваться на еще одну распродажа с обновлением планки с то два пункта и движение ниже так что касается золота 2405 долларов за тройсконсу я все таки за перехай по этому инструменту за то что золото превысит отметку 2450 и окажется выше думаю то что помимо вот этой монетарной темы связаны с ослаблением доллара и разумеется обвалом доходности американских облигаций думаю что все все это понимают то есть доллар не мог просесть так низко если бы не снизить доходность американских облигаций привлекательность золота стала выше вот эта тема ближнего востока участие именно ирана либо нападение ирана из балы на израиль и возможные ответные меры это то что сохраняет еще такую нервозность на финансовых площадках и пока мы не получим подтверждение того что до эскалации дело не дойдет и все-таки обострения не будет скорее всего спрос на защитные инструменты прежде всего на золото будет преобладать любые распродажи которые может быть локально возникнут они будут конечном счете выкупаться я думаю что отметка 2400 вот мы чуть выше находимся данного уровня это хорошая возможность на средний срок купить и ждать возвращения инструмента к уровню 2450 и обновлению исторических максимум так и что касается рынка нефти 76 67 сейчас котировки моя цель 75 долларов за баррель вчера мы совсем чуть-чуть не дотянули до данного уровня 750 3 вчера была отметка рынка кстати сейчас не готов работать с последствиями потенциальной эскалации конфликта на ближнем востоке а работать с фактами в виде замедления деловой экономической активности в промышленных секторах ведущих стран северозоны германии сша и китая также сюда можно отметить итоги заседания опек напомню что некоторые страны подтвердили намерение отказаться от договоренности по сокращению производства и увеличить добычу начинается с октября и в прошлом месяце кстати опеку увеличили добычу на 100 тысяч баррелей это тоже убивается из общей картины тенденции снижение запасов в этой связи я все еще за то что у бренда есть потенциал так же как и wti для развития нисходящей динамики и здесь свой медвежий прогноз пока сохраняю в силе так виталий вот на этих трех инструментах остановлюсь пока как бы представители разных сегментов финансовых рынков форекс более такой тривиальный добавлять не буду может быть следующий раз когда картина станет более ясный давай слово тогда тебе передаем видно рабочий экран мой да уже видно да ну я продублирую те инструменты что ты сказал свое мнение выскажи но в принципе совпадает с твоим еще там добавлю сэнпи добавлю биткоин ну начнем золото по золоту ситуация я тоже за рост по данному инструменту но здесь непонятно с точками входа почему потому что идет сильная волатильность и так скажем нету какой-то консолидации какой-то хотя бы локально несколько дней чтобы понять что что аккумулируется как бы так точка входа для дальнейшего движения на ключевой уровень поддержки как ты сказал 2400 я бы брал бы две две триста шестьдесят условно вот эти минимумы которые были у нас вчера и на прошлый на позапрошлой неделе и тоже был бы аккуратно если мы все-таки эти уровни будем проваливать то я бы здесь выходил с покупок потому что если мы это все провалим я не исключаю что здесь какая-то коррекция может затянуться более сильная но учитывая то что вот на чем я делаю посыл для роста на возможном эскалации конфликта я думаю что он скорее всего будет если они не договорятся как помним прошлый раз когда иран там постреливала ракетами он не сразу там где-то был не на второй третий день как все ожидали он где-то если началась где-то 5 или 7 дней то есть они ожидали высматривали сейчас тоже они там идет перемещение пво чтобы обратку не получить и так далее то есть там идет подготовка и как некоторые аналитики утверждают я в принципе придерживаюсь этого мнения что где-то должен быть сильный конфликт на ближнем востоке но они рассчитывали где-то на осень и не факт не факт может он уже сейчас начаться да поэтому в золото есть потенциал понятно почему от вчера допустим он золото так просела потому что это маржинальный инструмент все валилось все маржинальные инструменты и потянули понятно и золото за собой поэтому я за лонг аккуратно очень покупки ключевой уровень понятно если его проваливаем то лучше с выходить там подождать что что дальше будет формироваться и потенциал тоже 100 200 долларов вижу по данному инструменту дальше что касается нефти как видим пока тоже реакции на возможный конфликт нету да то есть мы вчера тоже падали да под конец не откупили как еще этот утверждал на один из экс-генералов этого иордании что если что-то там начнется то иран перекроет все эти заливы которые там в этом в его зоне этому этому может сильно повлиять на экономику на экономику мира и плюс и на нефть да то есть поставки нефти и так далее но я пока покупок не вижу вот мы с тобой когда еще там три недели назад общались где-то в этом районе 85 мы с тобой глобально целились на вот эти уровни мы их выполнили будет ли она идти ниже возможно то есть можно здесь пробовать но с очень короткими стоп-лоссами так хорошо итак дальше по нефти в принципе можно шортить но с очень короткими стопами то есть я думаю что была вчера был вчера ложный пробой вот данного уровня 76 50 вот если мы снова будем идти под уровень то здесь скорее всего дальше будут падение какое оно будет локально или более сильное посмотрим то есть я пока нефти не торгую что касается индекса доллара прошлый раз когда мы с тобой общались я говорил что коррекционно я вижу рост спекулятивный такой он мы даже чуть здесь подросли среднесрочно шорт и я даже вот прям пятницу перед он фармами то есть ребятам говорил чтобы покупали евро там фунт потому что на скорее всего данные выйдут плохие есть смотря на дп то есть плохие вышли то есть это было прогнозировано да на текущий момент аналогично какие-то жду коррекцию и уже после окончания этой коррекции буду рассматривать шорт дальше индекса доллара глобально с целью 100 пунктов и ниже туда где-то в район возможно 95 пунктов и поэтому евро доллар если братья здесь аналогичная картина после небольшой коррекции какая она будет глубокая не глубокая дальше ожидаю сильный рост евро в район там 1.12 1.15 и выше вот так по данным инструментом ну и что касается фондовых индексов отлично отработали шорты я кстати на прошлой неделе записывал обзор что вижу шорт по по S&P по NASDAQ закидывал и на свой youtube канал и на канала markets как раз где-то в четверг я закидывал да прям перед новостями по нонфарм ссылаясь на то что они выйдут плохие там рецессия туда-сюда мы неплохо отпадали и на текущий момент я в ожиданиях и буду смотреть что здесь дальше будет формироваться так как ликвидности на рынках хватает много посмотрим возможно успокоиться по поводу этого эскалации но нужно быть аккуратным сформируется здесь покупка на возможно где-то это совпадет там с коррекции индекса доллара я бы еще подождал то есть я даю как бы ориентир что я жду дальше вверх но пока точек хода на покупку я не вижу потому что у нас здесь просто падение чуть откупили здесь нужно даже если смотреть на тот же индекс страха где он у нас вот он уже свое как мне кажется отстрелял да то есть глобально смотрим то есть вот после обычно индекс страха вот после вот таких феерического такого роста он дальше идет на нет то есть пошел какой-то на рынке страх и дальше он затухает и поэтому я ожидаю что что это по S&P скорее всего коррекция и мы дальше будем расти но жду жду моделей паттерн которые будут указывать на дальнейшие покупки возможно они сформируются конце недели возможно уже со следующей недели то есть здесь нужно подольше если сразу пойдет там до конца недели откуп то дальше будут на коррекциях тоже тоже стоит на мелких коррекциях покупать и то же самое что касается биткоина у нас такой произошел за последние там условно полгода такие три зигзага то есть один второй и третий то есть мы обновили все время минимумы я думаю что это финальный аналогично как по S&P 500 и на текущий момент у нас ключевой уровень поддержки это прошлый минимум это 53 условно 500 вот выше этого уровня я бы набирал набирал покупки но это первый вариант второй вариант подождал бы здесь снова консолидацию модель вот как в прошлый раз вот здесь в прошлом месяце я здесь советовал работать на покупку то есть мы выросли я конечно ожидал в чем я ошибся в том что я ждал более глобально на 80 тысяч но принципе в июле можно было неплохо заработать но пошли еще на одну коррекцию сформируем аналогично как вот здесь или там другой формат паттерна дальше стоит покупать с целью 70 тысяч 80 и так далее там уже дальше посмотрим поэтому я пока что это все коррекция но жду подтверждений таких более сильных так ты закончил спасибо за рекомендации за фондовый рынок отдельности ну что следим тогда за этой все еще сохраняющейся высокой волатильностью по содержанию экономического календаря это значимых релизов не будет но как я отметил уже рынок и без статистики не исключает особо поэтому давай тоже следить за развитием событий на следующей неделе обсудим будет очень важно подвести итоги вот этого ралли которая надеюсь уже сойдет на нет и еще больше надеюсь точно не дойдет дело до эскалации конфликта на ближнем востоке питали тебе огромное спасибо что подключился обсудил со мной арго идеи тоже хороших трейдов на этой волатильности хорошего закрытия в неделе тебе и нашу подписчику спасибо пока удачи